Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале Магия Кухни Метеопрогноз Облачная Кухня Здравствуйте! На телеканале Магия Кухни прогноз погоды и его ведущая, выпускница Казахстанской медиа-академии Анна Ткаченко. В конце выпуска я расскажу вам о полезных свойствах июльского меда, но сначала о погоде на вторник, 17 июля, Международный день правосудия. На юго-западе страны Вактау будет солнечно и ясно, осадки не ожидаются. Температура воздуха днем плюс 28-30 градусов, ночью плюс 25-27. Максимальная скорость ветра 16 метров в секунду. В одном из крупнейших индустриальных и культурных центров страны-городи Актобе малооблачно, возможен небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 32-34 градусов, ночью будет плюс 25-27. Порывистый восточный ветер со скоростью до 20 метров в секунду. На границе между Европой и Азией в городе Атырау во вторник будет ясно. Днем столбики термометров покажут плюс 36-38 градусов, ночью 26-28 выше нуля. Ожидается слабая геомагнитная буря. В центре космических разработок в городе Байконур жаркий ясный день без осадков. Температура воздуха днем плюс 38-40 градусов, ночью плюс 25-27. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. На побережье озера Балхаш в одноименном городе будет ясный солнечный день. Светлое время суток плюс 30-32 градуса, ночью плюс 24-26. Синоптики прогнозируют слабую геомагнитную бурю. Жители и гостей города Жизказган вторник порадует ясной и солнечной погодой. Температура воздуха днем плюс 30-32 градуса, ночью 20-22 тепла, ветер северо-восточный со скоростью 13 метров в секунду. В Караганде 17 июля ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 30-32 градуса, ночью 21-23 градуса со знаком плюс, ветер восточный со скоростью 14 метров в секунду. В Кокшетау наконец-то придет лето. Синоптики прогнозируют ясный теплый день без осадков. Температура в дневное время плюс 26-28, ночью 16-18 градусов тепла. В Костаная температура повысится, но синоптики прогнозируют продолжение дождей с грозами. Днем воздух прогреется до 27-29 градусов, ночью до 16-18 тепла, относительная влажность воздуха 70%. У берегов реки Сырдарья в городе Казаларда будет ясно и жарко. Температура воздуха днем плюс 36-38, ночью ожидается 24-26 градусов со знаком плюс. Такие дни рекомендуется употреблять больше воды. На северо-востоке республики в городе Павлодар будет ясно и солнечно. Температура днем поднимется до отметки плюс 27-29, ночью 17-19 градусов тепла. В Петропавловске прогнозируется переменная облачность без осадков. Воздух днем прогреется до 27-29 градусов, в ночное время суток плюс 16-18, геомагнитное поле с небольшими колебаниями. Над рекой Иртыш в городе Семей ясно и солнечно. Столбики термометров днем покажут 28-30 тепла, ночью плюс 18-20 градусов. Не забывайте про головные уборы. В предгорьях Джунгарского Алатау в городе Талдыкургане синоптики прогнозируют малооблачный день без осадков. Температура воздуха днем плюс 31-33 градуса, ночью столбики термометров покажут плюс 18-20. Атмосферное давление в норме 702 миллиметра ртутного столба. В городе, где находится мавзолей Карахана Тарази, снова будет жарко и ясно. Температура днем плюс 35-37 градусов, в ночное время 20-22 тепла. Атмосферное давление в пределах нормы 699 миллиметров ртутного столба. В казахстанскую магнитку город Тимиртау идут солнечные и ясные дни. Столбики термометров поднимутся до 25-27 градусов днем, в темное время суток 16-18 со знаком плюс. Северо-восточный ветер со скоростью 11 метров в секунду. В городе Туркестан, главной достопримечательностью которого является мавзолей Ахмета и Сауи, ожидается жаркий малооблачный день. В светлое время суток воздух прогреется до 37-39 градусов, ночью плюс 24-26. Ветер северо-восточный порывистый со скоростью 16 метров в секунду. Жители города Уральск ждет теплый ясный день. Температура воздуха днем плюс 34-36 градусов со знаком плюс, ночью плюс 22-24. Ожидается слабая геомагнитная буря. В городе, который упоминается в кинофильмах «Экипаж» и «Ирония судьбы» Усть-Каменогорске, синоптики прогнозируют проливной дождь с грозой. В светлое время суток воздух прогреется до 28-30 градусов, ночью плюс 15-17. Относительная влажность воздуха 62%. В городе республиканского значения Шумкенте будет ясно и солнечно. Днем столбики термометров поднимутся до 36-38 градусов, в темное время суток 23-25 со знаком плюс. Атмосферное давление в норме 707 миллиметров ртутного столба. В городе образцовых хореографических коллективов «Экибастузе» 17 июля будет малооблачно без осадков. Днем плюс 28-30 градусов, ночью синоптики прогнозируют 17-19 тепла. Алматинцев ждет переменная облачность, небольшой летний дождик. Температура воздуха днем плюс 31-33 градуса, ночью 22-24 градуса выше нуля. Геомагнитное поле с незначительными колебаниями. В столице нашей страны Астане синоптики прогнозируют переменную облачность с грозой. Осадки не ожидаются. Днем плюс 25-27 градусов, ночью 16-18 тепла. Северо-восточный ветер со скоростью 11 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 726 миллиметров ртутного столба. В любую погоду заботьтесь о себе и своих близких. Питание должно быть сбалансированным, умеренным и, конечно же, разнообразным. Добавляйте в свой ежедневный рацион мед. В Древнем Риме перед выходом на смертельный поединок гладиаторы ели мед. Сейчас это земное лакомство входит в меню космонавтов, а японцы, которые славятся самой большой продолжительностью жизни, считают его королем натуральных продуктов. Июльский мед бывает липовый из разнотравья и гречишный. Идеальный источник энергии и самая несладкая сладость. Так что человек, заменивший медом сахар, всегда будет бодрым, надолго сохранит ясность ума и силу духа. Мед быстро всасывается в кровь, поэтому все, что человек ест вместе с ним, усваивается лучше. Чтобы мед принес больше пользы, не глотайте его быстро и не запивайте горячим чаем, иначе полезные ферменты в нем просто сварятся. Употребляйте различные сорта меда, так как они обладают разными целебными свойствами. Не подогревайте мед выше 40 градусов и не храните в холодильнике. Прогноз погоды провела для вас я, выпускница Казахстанской медиа-академии Анна Ткаченко. Будьте здоровы! Казахстанская медиа-академия. Это учеба для талантливых, симпатичных и харизматичных. Казахстанская медиа-академия. Это уроки по технике речи, искусству интервью, ораторскому и актерскому мастерству. Это работа над голосом и стилем, постановка перед телекамерами, тренинги личностного роста, мастер-классы со звездами. Это настоящие съемки и зрители, которые увидят вас в настоящем телеэфире. Казахстанская медиа-академия. Стань медийной личностью! Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни» Метеопрогноз «Облачная кухня»